Вашему вниманию предлагается лекция «Здоровое питание. Активное долголетие». Главными проблемами здоровья сегодня являются атеросклероз, ожирение, сахарный диабет. Это правильно, потому что в основе них лежит питание. За последние 100 лет питание очень изменилось. Стало в нем меньше полезных веществ, белков, жиров, углеводов, феноминов, минеральных составляющих. Появилось такое питание, как фастфуд и генетически модифицированные продукты. Человек тоже стал другим. Он сегодня охотится на холодильник. И это приводит к тому, что слабеют ферментные и дезинтоксикационные системы. Мы не можем вывести все токсины, которые остаются в организме. И постепенно человек превращается в законсервированного биоробота. Однако установлено, что сбалансированное питание приводит к продлению активной жизни на 5-7 лет. Какие возрастутные особенности происходят в системе пищеварения за период стоения? Если сказать кратко, происходит атрофея секреторного аппарата и снижаются возможности желудочно-кишечного тракта. Изменения происходят по всему желудочно-кишечному тракту. Ротовой полости, утрата зубов, а трансфеек в кусовых сосочках, обонятельных луков, слюной желез. У пациентов происходит снижение секреции слюны ферментов. Появляется сухость во рту, трещины языка, луков. Изменяется пищевод, в желудке уменьшается секреция. Кишечник уменьшается, мембранное пищеварение. Толстый кишечник образуется, атонер, линейный, моторик уменьшается, приводит к запорам. И микрофлора меняется количеством молочно-кислого биатома, увеличивается гнилостная флора, что приводит к эндотоксикозу. Печень тоже уменьшается масса, происходят трофические процессы, замедляются ее функции. Желчный пузырь тоже удлиняется, увеличивается в объеме. Снижается томос мускулатуры, гипотенезия, происходит застой и желчекаменная болезнь. Поджелудочная железа, обращая внимание, фиброз начинается с 40-45 лет. Это очень маленький чувствительный орган, и секреция, по которой чистый сок замедляется очень рано. Меньше становится перипсина, мелаза или паза. При оптимальном весе поджелудочная железа справляется, и если же человек полнеет, то происходит нарушение толерантности к углеродам. То есть на всех уровнях происходят изменения, на молекулярном, клеточном и организменном. Замедлить эти процессы можно с помощью принципов правильного питания пожилого человека. Я выделила только несколько основных. Это умеренность, соответствие энергоценности пищевого рациона с затрапами. Антисклеротическая направленность, здесь все понятно. Высокая биологическая полноценность, чтобы она была разнообразна. Адекватная кулинарная обработка, предпочтение в пожилом возрасте – это варенье и тушение. Соблюдение режима питания, желательно в одно и то же время. И индивидуальный подход с учетом обмена веществ и состояния органов и системы. Чтобы эти принципы соблюдать, рассмотрим через призму функции питания и как оно влияет на возраст. Мы есть то, что мы едим, говорит Гиппократ. Я специально поместила систему пищеварения в центр всех систем, говоря о том, что именно то, что мы получаем в организме, то влияет на состояние всех органов системы. И страдает, прежде всего, это, конечно, нервное, кардиологическое. Но я бы сказала, что это так, она сигнализирует нашу пищеварительную систему через самые главные органы, что что-то не в порядке. Что-то мы получаем не так. Основные функции это пластическое, биологически активное, энергетическое, иммунологическое, психическое, эпигенетическое. Пластическая функция самая распространенная, самая известная. Это обеспечение организма строительным материалом для создания клеток и межклеточного вещества. Интересно, что организм обновляется за 4-5 лет полностью. Быстрее обновляются клетки желудочно-кишечного тракта, желудка, кишечника. Кровь все знаем за 120 дней, печень, медленнее всем нервная и костная ткань. Потребности с возрастом человека меняются, поэтому соотношение белков, жиров и углеводов 1,09-3,5 по сравнению с людьми молодого и среднего в розыстрах, где белки, жиры, углеводы 1,1-4. Белки – главный строительный материал клеток. Из них создаются ферменты, антитела. Оптимальная сходочная норма – 1 грамм на килограмм массы тела. При физической активности повышается, избыток белка отрицательно влияет на функцию сердечно-сосудистой системы. Пожилые люди сходно иметь место отрицательному азотистому балансу, потому что аккумуляция тканей снижается и накапливаются конечные продукты – мочевая кислота, аммиархиатинит. Многие пациенты обращают на этот анализ и нужно при их повышении подумать, какие белки мы получаем. Что необходимо принимать? Это 50% животных, 50% растительных. То есть полочитительная рыба морская, мясо, яйца, кисломолочные продукты. Жиры – строительный и энергетический материал клетки. Суточная норма 0,91-1, также с учетом физической нагрузки, времени года, климата. Здесь рекомендуется делить объем жиров на 1 треть нерафинированные натуральные растительные масла, фосфатиды, ситостерин, витамин Е, полинашичные жирные кислоты, омега-3, омега-6, знаем мы о них, для нормальной работы сердечно-сосудистого, опорно-двигательного аппарата, укрепление иммунитета, повышение активности мозга. И на животные жиры рекомендуется 1 треть, причем из них рекомендуется делать упорно-молочные жиры, которые более усвояемые. Содержат лецитин и жироастворимые витамины. Избегаем транс-жиров. Значение жира. Жир улучшает вкус пищи, снижает возбуждение пищевого центра, на длительность создает чувство насыщения. Растительный жир нормализует холестериновый обмен. При снижении жира в пище уменьшается количество жиров, нарушается переваривание, негативное пищевое кишечника и запоры. На примере холестерина очень быстро скажу, для чего они нам нужны. Это исследование строительства клеточных структур, источник синтеза для других компонентов, гормоны прежде всего, витамин D, о котором мы слышали, желчь и управление биохимическими процессами. Поэтому вот эта табличка очень интересная, где даны показатели общего холестерина, мы все сейчас этим интересуемся, они, вот смотрим, 60 лет норма от 4 до 7 дается. Поэтому не надо спешить сразу принимать статины. То есть, если у вас есть кардиогенные риски или какая-то сердечно-сосудистая патология, может быть, необходимо корреться. Если вы живете спокойно с холестерином даже 7, прекрасно себя чувствуете, у вас нет никаких изменений, может быть, не нужно спешить. Но, тем не менее, поскольку холестерин все-таки в группу рисков кардиологических, чем мы его снижаем? Растительные масла, оливковое масло, морская рыба, овощи, фрукты, фрукты, специи. Повышает баранина, свинина, копченые продукты, жиры животного происхождения. Углеводы. Главный источник энергии в организме. Они могут быть сложными, могут быть простыми. Особенно в том, что сложные медленнее расщепляются, обладают высокой питательной ценностью и много клетчатки, что очень важно для кишечника. А простые быстро расщепляются и обладают низкой питательной ценностью. Конечно, для пожилых людей лучше предпочтение отдавать сложным углеводам и сырым овощам, фруктам, в составе которых есть артроновая кислота и фитонциды, подавляют гнилостную нитроплору кишечника. Сегодня оценка глюлеводов идет по гликемическому индексу. Это показатель того, как сильно продукт повышает уровень глюкозы. И все продукты разделяются на средний, высокий и низкий уровень. Конечно, гликемический индекс у продуктов 70 – это большая нагрузка на инсулярный аппарат и может приводить к сахарному диабету второго типа. Поэтому пожилым людям, конечно, нужно использовать продукты со средним и низким гликемическим индексом. Вторая функция – это снабжение организма биологически активными веществами. Это витамины. Они необходимы для поддержки обменных процессов на нормальном уровне и не допускают накопления кислих, сульфитированных, мукопалисахаридов, предупреждая развитие склеротических изменений. Тормозят процессы старения и необходимы всем людям, пожилым людям, весь комплекс, потому что часто бывает скрытая эндогенная полиэтаминная недостаточность. Направление должно быть антисклеротического действия витамин В, поддержание опорно-двигательного аппарата, мы уже слышали, витамин В, и антиоксидантного действия. Самые распространенные витамины, которые помогают победить старение. Все они антиоксиданты. Это основных шесть витаминов А, В, С, Д, Е. Я не буду останавливаться, мы все об этом знаем. Минеральные вещества, микроэлементы и макроэлементы. Все они также являются полезными веществами для питания и с возрастом отмечается их диспаланс. Основные это кальций, магний, калий, натрий, железо, селен, цинк, йод. И на чем хочу остановиться, это на железе. Потому что с фурозыстром часто увеличивается количество людей, страдающих анемией. Что интересно, что мы рекомендуем печень. Но здесь вот в продуктах видим, что больше всего его как раз в фисташках, шпинате, чечевице, в нашей любимой гречке. Поэтому греченую кашу нужно употреблять. Энергетическая функция питания. Я всегда говорю пациенту, что человек это машина. Подобно тому, как машину мы заправляем качественным или некачественным топливом, точно так же мы получаем ту или иную пищу, будем, соответственно, двигаться в жизни. Суточная калорийность у нас восполняется за счет углеводов 60%, жиров 24% и белков. 80%, обратите внимание, у нас тратится энергии для внутренней температуры тела и для оптимальных температурных условий в течение внутренних окислительно-восстановительных процессов. На внешнюю работу организм тратит только 20%. С 40 лет от нас вещественные энергетические траты, масса мышц и гематозных органов тоже уменьшается. Поэтому суточный энергетический рацион необходимо уменьшать по сравнению с молодым возрастом с 350 до 220 до 2500 килокалорий. В некоторых диетах рекомендуется и после 70 лет уменьшать количество калорий до 1900 в день. Какие продукты способны заряжать организм? Это яйца, у них оптимальный состав жиров. Морская рыба питает мозг, улучшает концентрацию настроения. Зельнозерновые, цельнозерновые группы, овсянка, наша любимая овсянка. Много клеща, кислородных углеводов, ускоряет обмен веществ. Грецкие орехи состоят из 60% жира, много энергии, много биологически активных веществ. Тыквенные семечки тоже доступны. Много фосфора, марганца, жиров, позволяет справиться с нагрузками, ощутить бодрость. Бананы, высокое содержание фруктозы, мед. Питание и иммунитет. Конечно, основная функция питания это выработка эндогентного интерферона и антител. Все, что мы перечислили, витамины, микроэлементы, белки, жиры, все это, конечно, участвует в активизации иммунитета. Хочется остановиться на лактогифидобактериях, которые мы получаем через продукты кисломолочные, квашеная капуста. Они действуют на патогенную флору кишечника. А кишечник содержит в своем составе 80% всех иммунных клеток. Конечно, полезны фитонциды, лук, чеснок, ретика, все это мы знаем. И интересные данные об овсе и чмене, которые создают бета-глюкан с этим микробным и антиоксидантным действием. Норвежские ученые даже установили, что более мощным, чем хиноцея. Чеснок, который содержит алицин против инфекции бактерий. Причем достаточно 2 зубчика чеснока, чтобы иммунитет уже сохранялся на достойном уровне. А 6 зубчиков чеснока в неделю на 50% меньше риска рака желудка и на 30% меньше колоректального рака. Важно правильно накормить свою римную систему. И помогает нам это наш украинский борщ. Считается по анализам диетологов, что это самое уникальное блюдо. Ослабляет иммунитет жирные насыщенные кислоты, избыток мяса, избыток пищевых волокон, антивитамины. Почему надо съесть салат в первые 3 часа? Потому что есть аскороботоксидаза витамина С. Разрушаются все витамины. И вообще приготовленную пищу нужно съесть в течение 3 часов. Никакое хранение не допускается. Что еще ослабляет? Деминерализующие факторы. Фитин, щавелевая кислота, полифенольное соединение чая и кофе, кукуруза, горох, орехи. И, конечно, пищевая аллергия, которая распространена за последнее время в мире. Психическая функция напрямую связана с типом питания. Правильное питание сохраняет душевное равновесие, увеличивает интеллектуальный потенциал. Распространено такой термин диетическая депрессия. Особенно жесткие диеты, когда используется уровень сахара падает. Гипоталамус вырабатывает лептин и грелин. Блокируется выработка серотамина гормона счастья. Мозг не получает полезных веществ. И вот вам, пожалуйста, тревога, напряженность. Человек чувствует себя несчастным, неудовлетворенным. Поэтому многие диетологи сегодня разрешают, чтобы человек мог себе позволить 150 ккал счастья. Мне это стало интересно, что они всего содержатся, допустим, в 30 грамм горького шоколада, это 3 плитки, 50 граммов зефира, это 1-2 штуки для пожилого человека, 110 граммов молочного морожения, 1 большой банан, 300 грамм черешни, яблоко, ананасов. И вот у вас сразу улучшится настроение. Депрессия. Здесь уже происходит дефицит нейромедиаторов, который является передатчиком электрических импульсов между нейронами. Нервными клетками головного мозга. Правильное питание способствует выработке медератора. За передачу отвечают такие кислоты, как трептофан, тирозин, холин. И они находятся совершенно в определенных продуктах, которые нужно принимать. В белках, сыре, бобовых, бананах, молоко, мясо, крупы, печень, яйца, омега-3 жирные кислоты и витамины группы В. Эпигенетическая функция. Последняя, малоизученная. Что питание может быть модулятором генетических изменений, изменений ДНК. В 1996 году США выпустили на рынок генетически модифицированные продукты. И диетологи врачи всех стран стали отмечать, что появились заболевания, такие как пищевая аллергия, репродуктивные расстройства, проблемы с пищеварением. Провели исследования. Сегодня они уже все подтверждены. И на некоторых остановлюсь. Так, допустим, использование генетически модифицированной сои у детей вызывало тяжелые аллергические реакции и генетические повреждения на 44% больше там, где нет соевых полей и дети их не употребляют. Генетически модифицированные сои и кукуруза исследования уже у крыс вызывало дефект внутренних органов, онкологию, бесплодие. Просто кормили крыс и отслеживали потомство после этих животных. Генетически модифицированная пшеница. Известно, что сегодня каждый из нас съедает где-то 65 кг пшеницы в год. Так вот, на сегодня генетически, структурно и химически она совершенно не соответствует предназначению. Потому что в результате вот этих вот инженерных вмешательств сформировался такой глютен, который не переносит наш организм. И одна из точек зрения, что это может быть причиной болезни ансгенера. Трансгены способны задерживаться в организме человека, встраиваться в генетический аппарат микроорганизма кишечника, вызывая воспалительные заболевания кишечника, болезнь крона, язвенный пролит и колоректальный рак, которые выросли за последние годы. На сегодня 88% кукурузы, 93% сои, сяк, 94% хлопка, 54% сахарной сетры, свеклы – это генетически модифицированные продукты. Установлено, что они приводят к снижению иммунитета, умственного развития, генетических дефектов, преждевременному старению, бесплодию, онкологию. Любое включение чужеродного гена в организм – это изменение. Оно может активизировать в геноме ненужные последствия. К чему это приведет, ни один человек не знает и знать на нынешний день не может. Поэтому главное на сегодня – это экологическая чистота продуктов. Как же питаются долгожители? В Италии, Испании, Греции и юге Франции в основном используется средиземноморская диета. Она состоит из овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла. Снижает риск сердечных заболеваний на 30%, онкозаболевания на 24%, реже встречается сахарный диабет, ожирение, болезнь Альцгеймера. Пять порций овощей в день сокращает риск смертности на 29%. 400 грамм свежих овощей значительно снижает уровень холестерина и предотвращает запор. Самая распространенная диета в мире для долгожителей. Долгожители Японии. Они предпочитают низкокалорийную диету, морепродукты. Самые низкие показатели инсультов, сердечных приступов, рака груди, болезни Альцгеймера – нет проблем ожирения. Предпочитают морскую рыбу. Мы это знаем. Омега-3 жирные кислоты. Какая рыба? Сель, тунец, лосос. Большие концентрации йода, таурины в этой рыбе для правильного функционирования щитовидной железы, нервной системы. Содержат витамины красоты А, Д, Е, К. Кобальт предупреждает появление седины. Витамин В12 в больших концентрациях в седе помогает репродуктивной функции человека. Долгожители Кавказа, ближе к нам, предпочитают питаться дома, преобладают овощи, фрукты, красное вино, не употребляют сахара, мед. Хочешь жить долго? Больше пей кислого молока, говорят из Кавказа. Поэтому мацони, кефир, домашний йогурт, сыры – это наши лучшие друзья. Не используют соль в качестве аджики, обладающей антисептическими свойствами, защищают от рака болезни Эльцгеймера, куркума, розмарин, карик, перец. Долгожители Карпат, это уже совсем наши долгожители, используют продукты на экологически чистых землях. Предпочитают молочно-фруктово-овощную линейку, нежирное мясо. Яблоки, в которых содержат ликоптин, тормозит рост новообразований и снижает риск истеблеченности судистых заболеваний. Мед, антиоксидант, черная смородина, огромное количество витамина С, иммуномодулятор, антиоксидант, поможивает клетки, купиляет нервную систему, стабилизирует давление. Ну и, конечно, красное ступое вино. Американские ассоциации диалутологов рекомендуют для долгожителей. Опять же, морская рыба, авокадо, ягоды, брокколи, капуста, морковь, цитрусов, виноград, соя, шпинат, помидоры, лук и чеснок. Проанализировав вот все эти диеты, можно сделать вывод, что питание для долголетия, это прежде всего употребление продуктов из своего района обитания. Свежих продуктов без предварительного хранения. Небольшие порции, 3-4 приема пищи в день. Еда низкокалорийная, богатая клетчаткой и витаминами. Рыба присутствует на столе ежедневно. Мясо в основном употребляется в вареном или тушеном виде. Много огородной зелени, огородной, фермерской. Кисломолочные продукты. Отсутствует сахар, мед и сухофрукты. Острые приправы, которые активизируют пищеварение. Не употребляется дрожжевой хлеб, нет поваренной соли. Вот эта картинка меня заинтересовала тем, что сложно пожилому человеку представить, сколько это граммов, сколько там каких-то объемов. И вот здесь вот как раз все показывается. Я тоже всегда говорю, что вот в ладошке это все ваши белки на день. Здесь вот мы видим показанный сыр, масло, сколько мы должны снять, сколько должна овощей, сколько фруктов поступить в организме, чтобы все было благополучно. Человечество во все века искало эликсир молодости. А ученые ответы о вечной жизни. Замедлить процессы старения можно, но это включает целый комплекс мер. Одним из которых является полноценное рациональное питание. Спасибо. Живите долго. Вопросы по питанию. А вам плечатка? В чем она плечатка? Яблоки. Самое доступное это яблоко. По яблоку на ужин и врач не нужен. Так говорят в древние. Овсянка, гречка. Ну из таких, да. А что еще? То, что вы переносите, груши, банан, пожалуйста, все крупы. Конечно. Скажите, пожалуйста, а для чего тогда наша промышленность выпускает вот эти генетически модифицированные продукты? И все больше, больше. Ну это не ко мне вопрос, это социальный вопрос. Я просто донесла вам информацию, что надо быть очень избирательным. Потому что закончилась вся социальная помощь в том, что у нас пишут без ГМО. Без ГМО. Стараться все-таки быть ближе к природе. Использовать экопродукты. Это ваш выбор. Но в советское время как следили за этим? Очень следили. Сейчас отвечают так. Много было хорошего в советское время. Но это прошло. А сейчас другое время. И тоже есть хорошее. Это правильно. Если бы я в 55 центрах, а мы говорим о том, что больше понадобится. Ну наша свекла пока еще не ГМО. Да, тема такая. Надо найти фермера. Надо найти тому, кому вы доверяете. Использовать то, что полезно. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Наталья Юрьевна, расскажите.